друзья всем привет это снова я и снова с хундаем вы уж меня простите но вот как-то пришлось все по накупать однажды ну накопилось как-то со временем вот хочу рассказать про насос вот такой вот интересный про насос интересно хочу рассказать ну такой совсем ну недорогой вот интересный такой сделан опять же да не такой компактненько как чемоданчик вот его можно возить с собой в машине это электрический насос значит что я хочу рассказать да опять же опять же хундай вот из такого хорошего пластика я не рекламирую еще раз напоминаю я просто но если хотите хвастаюсь но для того чтобы вы знали что бывают недорогие вещи которые ну не стремно покупать и то есть они служат потом достаточно хорошо как вот бюджетные такие вещи но они как во первых нужны в быту всегда у людей вот и ну не ломаются так скажем да то есть несмотря на то что они где-то как произведены там некоторых случаях китае некоторых европе нет в некоторых случаях произведены на тайване вот я про инструмент про набор головок рассказывал на вот этот насос значит что в нем есть кнопка включить выключить естественно манометр электронный вот такой вот есть да там причем несколько у него значений есть давление измерять еще что там ну в общем такой нормальная такая тема вот электронный показывает все четко да сразу хочу обратить внимание что тут вот есть достаточно очень плотно вставлены колпачки запасные для шин вот я даже их вытащить не могу их надо ну такие они хорошие приятные да сейчас я попозже вот крышка вот такая вот да открывается вот вот так вот она здесь конечно сделана без петли железной да ну не худая это нормально вот что что здесь идет в комплекте ну вот сам провод для длиннющий просто до невозможности смотрите вот прикуриватель вставлять да вот я вот вытаскиваю то есть вот сейчас его просто для длиннейший вот смотрите сколько я я не знаю сколько здесь метра наверно 4 то есть дотянется до любых до любого колеса вот по параметра кстати вот здесь вот есть такая выемка вот видите что вот так провод когда ну размотаешь да то можно крышечку вот так вот прикрыть вот и вот он вот здесь вот как бы торчит провод длиннющий да вот ну двухжильный такой вот не тонкий достаточно широкий вот и все подключаете да под крышкой что здесь вот здесь есть такая вот прижим вот такой вот для для вот этого вот манометра то есть вот так вот вытаскивать можно манометра отдельно он на батарейках вот на таблеточных каких-то у него вот тут есть штыря вот это вот вилочка сюда вставляется и в процессе накачки то есть здесь отображается какое давление то есть вот подключается вот на вот этот вот сюда ниппель да вот такой золотник вот вот так вот защелкивается сейчас неудобно немножко сейчас я покажу вот вот так вот сюда вставляется вот и защелкивается достаточно все плотно защелкивается потом здесь вот есть переходнички это вот игла ну я встречал такое-то мячи накачивать можно да ну и бывают какие-то такие штуки вот ну такая достаточно хорошо но то нет найти ниши укладываются потом вот такая такой есть переходник с золотником кстати да вот этот пластик а это металлическая и вот такой вот есть тоже переходник это же золотник у него есть и вот этот переходник я даже ну бывают разные короче ниппеля и вот этот как какая-то дополнительная насадка сейчас я попозже расскажу и вот такой вот есть еще шланг а вот то есть это получается можно да вот здесь вот с таким клапан да то есть накручивается вот сюда вот вот так вот и вот здесь вот вот такой вот есть ну короче набалдашник можно то есть бывают вот такие вот соединение да для накачки так это вот первый момент да так далее вот сейчас он сложил вот все это укладывается вот сюда так защелкивается все то есть она не болтается и вот это вот кишочка кишка вот сюда тоже заправляется вот она вот так вот лежит компактненько на рукоятке вот это резиновый логотип такой рукоятка ну ремешок такой капронами удобно все вот значит вот я сейчас вот так прикрыла прикрою вожу с собой в машине в общем вот этот насос ну уже несколько лет он у меня и как бы никаких нареканий к нему нет так что я хочу сказать вот теперь про непосредственно вот сам шланг прячется вот вот здесь такая ниша есть да и вот этот вот как зажим для неполя очень такой тоже радует очень серьезно сделал вот вот так вот вытаскивается шланг вот так вот и вот тут такой мощный железный короче вот этот вот квадратный такой не никак на китайских вот этих насосах есть такой пластмассовый язычок здесь да и такая хромированная херня отлетает все время а это тут такой серьезный смотрите видите вот вот так вот он и шланг такой смотрите какой толстый и здесь вот завальцовано сейчас видите не просто обжимка какая-то вот как на китайской а здесь короче как типа гайки такой прям зажата здесь все 30 лет 30 литров в минуту 30 литров в минуту то есть вот этот вот не греется кстати совсем у него тут очень хорошие воздуховоды вот он как-то это так вентилируется удачно вот успешно то есть особого нагрева не испытывает что им качали качали беспрерывно 4к так что им качали качали беспрерывно 4 колеса вот и нас достаточно но себя он хорошо ведет так сейчас все наверно хотели бы услышать его как он работает вот и как раз вот сейчас тот случай что в машину можно не идти а есть приблуда одна которая выручает вот то есть это как бы прикуриватель электростанция но обзор то не про нее сейчас просто я уже на нее как-то однажды делал такой краткий видеоролик никто так и не понял что это оказывается это очень даже нужная вещь вот как раз вот тот случай вот смотрите вот вот такая штуковина 1100 амперная да то есть это прикуриватель ну как бы прикуриватель разряженный аккумулятор вот такие здесь крокодилы по бокам намочены я уже рассказывал всем поферу было конечно на это сейчас появились маленькие наверно на них рассчитывают но это заводит грузовик а те маленькие грузовик не заведут это первый и вот как раз сейчас вот есть возможность вот этот вот включить от этого вот тут в этом есть он смотрите вот тут вот открывается под прикуриватель как раз разъем который легко можно сюда вставить как в блок как в блок питания вот вот он я поставил вот смотрите видите обычный штекер для прикуривателя вот сюда вот под крышку вставляться и вот смотрите вот включился насос вот этот насос сейчас вот я отложу сторонку а про этот насос расскажу и вот как раз вот вот он тот случай вот я его сейчас включу и послушайте как посмотрите как он работает вот так вот он трещит пердит и хорошо качает ни разу не заглох не подвел ничего то есть вот собственно весь обзор на вот такой вот маленький насосик от хунда хунда есть еще там такие помощнее большие такие вот насоса я вот такой вот приобрел я вообще у меня был раньше советский тоже вообще шикарный насос ну правда его куда-то потерял называется мустанг вот то насос вот из листок вот такого план мустанг именно там того советского периода тот мустанг вот это был насос всех насосов качал вообще не задыхался как бы потерял теперь вот такой вот появился вот не подводит ничего то есть на дороге однажды тоже спустила колесо запаску когда меняли запаску же надо подкачать всегда поменял запаску и этот насосик при спокойненько накачал эту запасочку так что вот так вот на этом все значит вот это как было опять же спасибо за просмотр всем вот ставьте дизлайки ставьте лайки подписывайтесь если интересно он вот что и забыл сказать то цена то какая копеечная у него там он стоит полторы тысячи рублей если его сравнивать вот с китайскими я там в автомаркете в каком-то был в крупном где навалом валяются там вот эти китайские всякие они там по по две по три тысячи там я что-то вообще удивился а это тут полторы тысячи полторы тысячи 30 литров в минуту вот что самое прикольно и самое прикольное что вот это опять же напомню всем что продается в европе в англии то есть я когда искал насос я залез опять же на сайте посмотрел на амазоне на ebay такой есть кстати а это уже говорит о том что это на международном рынке присутствует этот товар не новыми или там как наши всякие есть там тоже непонятные вот который никто не знают в мире а это хоть известная хоть или стрёмно брать так что вот так вот вот все всем еще раз спасибо ставьте дизлайки дизлайки лайки потому что вообще никаких отметок не видно не слышно непонятно смотрит это кто-нибудь не смотрит спасибо всем успехов до свидания